Нелегальные игры. Нижегородцы, уставшие от сидения дома, начали выходить на детские площадки и срывать сигнальные ленты, которыми огорожены детские городки. Только за последние сутки в Нижегородской области было проведено 776 проверок соблюдения самоизоляции и режима повышенной готовности. Было проверено 647 граждан и 129 юридических лиц. За нарушение режима изоляции составлено 22 протокола. Между тем, люди все равно продолжают выходить на улицу просто погулять. Свои рейды проводят и домуправляющие компании и часто встречают нарушителей. Вам не страшно, что детишки на площадочке у вас гуляют? Здесь же специально все гаражат, это опасно. Опасно, что здесь можно заразиться везде. Вирус-то гуляет сейчас везде. А что вы на улице тогда делаете? Здесь специально обгораживают детские площадочки, чтобы детишки не гуляют на лес. А детишкам что надо делать? Ну, в данной ситуации самоизоляция находится. Самоизоляция находится? Конечно. То есть в самоизоляции дети должны задыхаться в втором месте? Ну, здесь уже надо выполнить требования безопасности. Кого требования? Безопасности, конечно. Безопаснее на улице, чем дома. Дети травмируются дома. Дети дома начинают с ума сходить без свежего воздуха. Чем безопаснее? На улице вирус так не распространяется, как закрытое помещение. Мы просим просто вас сохранять условия, в которых необходимо находиться, то есть сохранять безопасность. Это такая конституция о свободе передвижения и проживании, и нахождении человека в любой. Ее никто не отменял никаким указом и ничем. Нет, мы еще раз говорим, мы просим вас, просим сохранять и выполнять режим самоизоляции, чтобы ваши детишки были здоровыми. Знаете, что здесь нельзя сейчас на отношениях к колодеске гулять? Знаете, что здесь нельзя сейчас на отношениях к колодеске гулять? Скажите, пожалуйста, почему вы нарушаете режим самоизоляции? Потому что уже голова болит дома сидеть. Мозги уже шевелятся. А я хоть вот пройдусь немножко, и немножко полегче делается. Вы думаете, что это безопасно сейчас на улицу ходить? А здесь нет никого. Как никого нет, если кто-то срывает ленточки? Как никого нет, если кто-то срывает объявления? Как никого нет, если все равно люди приходят, люди все равно играют? Дети точно так же могут переносить вирус, если вдруг от кого-то от старших они, не дай бог, заразились этим вирусом, то, соответственно, они принесут его на детскую площадку. Вероятности стопроцентной, что никто не заразится на детской площадке нет. Это такой же объект. Это такая же территория, куда приходят люди и трогают поручни, трогают ограждения, трогают элементы детской площадки. Соответственно, они оставляют определенные бактерии, оставляют определенный след на этом всем. И это так же можно все подцепить. В последний раз в пятницу ходили рабочий день. Ну, здесь было все нормально. Плохо было в стороне левинки между девяносто и первым домом. А было такое, что прям приват обрывали? Ну, издалека я только видела, что оборванно не успела я замотать детскую площадку сигнальной лентой. Не успела сделать круг почета вокруг детской площадки. Я гляжу, уже мамочка оборвала у дивана, у качельки, раскачивающейся эту ленту. Садил ребенка, катаются. Тем более сейчас тепло, хочется вроде погулять. Ну, лучше перестраховаться, лишний раз посидеть дома, уберечь себя от смертельной опасности. Мы все, наверное, не до конца понимаем серьезность сложившейся ситуации и считаем, что все это носит какой-то, может быть, не такой тяжелый характер, как он на самом деле представляет собой. Вот в очередной раз приклеивали объявление, может, прочитают хоть кто-нибудь. Если будем придерживаться данного указа, обращения, если будем выдерживать этот карантин, то скорее наступит благополучие и пройдет вся эта болезнь, уйдет от нас, сами себя спасем таким образом. Кстати, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, штраф за нарушение условий режима повышенной готовности для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей.